Всем привет, меня зовут Илья и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре. В сегодняшнем видео речь пойдет о рифах, а точнее об одном из подходов к созданию крутых рифов. Мы поговорим об основах каждого рифа, о тех алхимических ингредиентах, которые делают каждый риф непохожим друг на друга, о нотах, которые используются в рифах, о топовых гаммах, на которых делаются рифы. Данное видео будет полезно не только бас-гитаристам, просто я буду говорить с точки зрения басиста, так как это мой инструмент, но здесь может быть много полезной инфы для гитаристов и для клавишников и даже для духовиков, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и слушайте. Чуть более года назад на своем канале я снял видео о том, как строить басовые линии. Это видео хорошо подойдет как дополнение к сегодняшнему, если вы его не смотрели, то рекомендую ознакомиться, я оставлю ссылки после видео и в описании тоже будет. Так вышло, что бас-гитара такой инструмент, у которого понятие риф и понятие басовой линии очень тесно связаны. Басисты зачастую используют рифы для обыгрывания аккордов и аккомпанирования. У гитаристов это встречается гораздо реже, потому что можно просто в аккомпанименте играть аккорды. Поэтому мы сегодня именно очленим понятие риф, попробуем очленить его и разобрать, из чего он состоит. Прежде чем перейти к музыкальной алхимии, стоит для большей понятности определиться в том, что такое риф. Обычно это считается как астенатная музыкальная фраза, которая постоянно повторяется на протяжении всей песни или на протяжении какого-то большого промежутка времени в этой песне. Настойчиво повторяющейся. И у каждого такого рифа есть свой скелет, есть свое сердце, есть свой организм, которым мы по косточкам попробуем разобрать. Первое. У каждого рифа есть свое сердце, есть свои основы, есть своя главная жизненная часть. В данном случае лучше всего на эту роль подходят первые две ноты. В них скроется огромное количество информации. Во-первых, это темп песни. Мы можем определить по первым двум нотам, баллада ли это медленная, либо быстрый какой-то фанк, танцевальная, либо роковая, тяжелая вещь. И во-вторых, в ней кроются стилистические характеристики музыки. То есть по ним можно определить примерно в каком стиле будет музыка. Например, рифы в стиле фанк часто играются первые две ноты, восьмая плюс шестнадцатая, восьмая с точкой плюс шестнадцатая. Например, такой риф. Вот это будет у нас основа этого рифа. Первые две ноты. В роковой музыке часто можно видеть основу восьмыми нотами. Тяжелую, увесистую. Или, например, какая-нибудь сальса, где играет с синкопа на 2и. Можно примерно определить даже примерно регион на планете Земля, откуда эта музыка возникла. Второй очень важный параметр любого рифа – это пульсация. В музыке есть свой пульс от 1, 2, 3, 4. Это четверть. Но здесь у каждого рифа может быть свой особенный пульс. И мы его определяем по самой маленькой, самой мелкой длительности. Например, если вы видите одну хотя бы шестнадцатую, то все, у вас в голове должно быть пульс шестнадцатым. Раз-два, раз-два, раз-два. И это сказывается на ощущениях у музыканта, на его подаче. Третий суперважный алхимический ингредиент любого рифа – это наличие кульминации. Кульминация делает ваш риф особенным, делает его не похожим на других, делает его адаптированным к вашему стилю игры, к вашей музыке. Делает его вашим. Кульминация, как правило, либо самая низкая, либо самая высокая нота в рифе. Например, можно сыграть вот такой риф роковый, простейший, в ми миноре с кульминацией нижней. Мы здесь играем ми открытую, это получается низкая кульминация. Можно также сделать и высокий, например, вот такой риф. Можно его усилить, например, слайдом. Далее. Все, что находится между основой рифа и его кульминации, мы заполняем филами, то есть заполнениями. И здесь есть очень важный момент. Филы – это неважные ноты. Но они важные, но не так важные, как основа и кульминация. Поэтому здесь мы можем играть абсолютно любые ноты, даже те, которых нет в тональности, хроматические движения, даже ноты других аккордов. Здесь мы используем четвертую, шестую и даже вторую ступени для обыгрывания. И если делать это со вкусом, наснимавшись крутых фирменных музыкантов, то можно делать очень крутые филы. Но об этом есть отдельное видео. Алхимия не была бы алхимии, если бы я ничего не сказал про ноты, а точнее это будет такой список ступеней в порядке бывания по использованию во всех рифах в мире. Начнем с самых используемых. И, естественно, топ-1, первая нота, самая главная – это тоника. Она всегда есть в скелете, в основе рифа, в первых двух нотах – тоника. Вокруг нее все тяготеет, как вокруг солнца планеты в нашей галактике, так и ноты вокруг тоники крутятся и тяготеют в нее. Поэтому тонику все слушают, отважную тонику, жирную, мощную, чтобы все было круто. Поэтому первое место – тоника, самая используемая. Буду показывать на примере ми минора. Соответственно, ми минор у нас ми – первая ступень, без нее никак. Вторая супериспользуемая нота в рифах – это квинта. Вторая по используемости. Почему она очень удобна? Потому что, во-первых, это ступень трезвучая, она всегда будет работать, всегда будет звучать. Это первая причина. Вторая причина в том, что она очень мобильна, и ее можно двигать в разные тоналицы, на разные аккорды, и она не меняется никогда. То есть, даже если ми минор будет, ми мажор тоже такая же пятая. Поэтому рифы с пятерками и с первой ступенью можно легко, мобильно двигать и обыгрывать много аккордов, если есть песни. Замыкая тройку самых используемых нот у нас терция. Терция супер важна, она определяет характер аккорда минор или мажор – это первое. Второе – терция фиксирует вашу руку на грифе. Терция определяет то, как вы будете играть этот риф, с какого пальца вы начнете это делать. И если у вас мажор, то мы начинаем со среднего, для того чтобы освободить указательный палец под большую терцию. И у вас, соответственно, будет позиция с среднего пальца. Если у вас минор, то вы начинаете с указательного, как правило. Можно также взять и мизинец, но это другая история. Как правило, это указательный палец. Терция, она присутствует в трезвучии, она всегда звучит, если правильная терция подходит к аккорду. И она фиксирует вашу аппликатуру, фиксирует вашу руку. Поэтому она в топе 3. Четвертое по использованности нота в рифе – это септима. Септима – это отличный выбор для рифов, которые играются на минорный аккорд, или на аккорд, основанный на миксолидийском ладе, то есть доминоцепт-аккорд. Малый, мажорный септ-аккорд. Ну, то есть, например, если это ми, это ми и 7 будет, соответственно. Семерка звучит очень круто в миноре. Совсем не по джазу. Многие считают, что семерка – это джазовое звучание, но если это минорная и доминоцепт-аккордовая тема, то здесь семерка будет круто звучать. Также септима очень хорошо зайдет в рифах, основанных на септ-аккордах, где есть седьмая ступень. И вы просто подчеркиваете тем самым звучание этой седьмой ступени. Это круто. И далее еще важный момент, почему септима и терция менее используемы, чем квинта. Потому что, опять же, возвращаемся к мобильности. Септиму нужно транспонировать в зависимости от минорного или мажорного аккорда. Она будет разная, большая или малая. Также терция, мы ее транспонируем. И это сделать сложнее человеку обычному, например, новичку или любителю. Ему надо подумать. Это не так просто, ее сразу транспонировать, автоматически он не сможет это сделать. То есть, не знает теорию хотя бы элементарную. Какие-то элементы джазовой гармонии. Поэтому транспонировать такие аккорды сложнее. Если в песне несколько аккордов, то рифы основаны на седьмой ступени или терции. Их нужно уже подумать, как их мобильно передвинуть. У нас осталось три ноты. Это кварта, секста и секунда. Они используются реже, чем те, которые были до этого. Начнем с кварты. Кварта чаще всего на 99,9% используется как заполнение в филах, проходящая нота. Она не годится в роли большой ноты. Она неустойчивая. В нее нельзя разрешиться. И она лишь подготавливает и делает следующую большую ноту более выразительной. Например, ей можно усилить пятерку или тонику или первую ступень, сыграя перед этой пятой ступенью, к примеру. Или она хорошо годится для хроматизмов, как элемент, усиливающий хроматизм. Например, такой риф. Здесь четвертая ступень хорошо усиливает и пятерку, и первую ступень. Далее у нас идет секста. Секста используется реже, чем кварта, по той причине, что, опять же, ее сложнее мобильно транспонировать. Секста может быть разной. Может быть минорной или мажорной, большой или малой, в зависимости от аккорда. В зависимости от того, на какой аккорд играется риф. Поэтому это делает ее, в отличие от кварты, сложнее в использовании, как правило, в каких-то более сложных рифах. Но так же, как кварта, она используется в роли проходящей ноты. И в самом конце самая неиспользуемая нота — это секунда. Почему она не используется? Потому что она находится близко к тонике и создает немножко диссонанс с ней. Ни в коем случае она не используется как кульминация. Ни в коем случае она не используется как какая-то сильная, мощная нота в рифе. Она используется только в качестве проходящей ноты, используется довольно редко. Играет музыка, и с другой стороны. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. В итоге у нас получается небольшой простой алгоритм для работы с рифами для того, чтобы писать эти рифы Это поможет вам лучше себя чувствовать в группе, быстрее писать музыку, быстрее писать басовые линии или более какие-то яркие рифы Первым делом мы определяем тонику, тоника в данном случае у нас ми Определились Второе, определяемся лад С ладом, на основе которого у вас будет строиться риф Если у вас тональность мажорная, то это будет мажор, натуральный мажор Либо если это у вас блюз, то это может быть миксеридийский мажор Потому что в блюзе традиция говорит о том, что на первой ступени у них строится малый мажорный саптаккорд Но это вам ничего не говорит В общем, например, ми-7 это может быть на первой ступени строится Но вам это не надо знать пока Если это мажорный аккорд, то, соответственно, на основе мажора Если у вас минор, здесь сложнее У вас несколько вариантов Это может быть либо натуральный минор Либо дорийский С повышенной шестой И если это у нас малый мажорный саптаккорд То есть семерка с пониженной седьмой Который на пятом ладу обычно строится То это миксердиский лад Но это как правило в блюзах И это очень используемый аккорд на джемах На джемах частенько импровизируют именно на семерке На основе миксердиского лада Но этот лад очень универсальный За счет того, что здесь семерка у нас малая Как бы минорная семерка Он как бы начинается как мажор Но в конце семерка минорная, малая Как в миноре Это делает этот лад очень универсальным Вы можете играть на нем Обыгрывать его даже натуральным минором Или блюзовая гамма Кстати, блюзовую гамму тоже можно использовать для обыгрывания миноров Далее определяемся с основой Первые две ноты выбираем И от этого... Но их надо выбирать на основе той музыки, которая играет Если это рок, если нужно жирные увесистые ноты То берем восьмые, не надо мельтешить здесь Если это фанка, можно что-то более игривое С мелкими нотами Тем самым определяя пульсацию Выбрали основу Дальше Примерно представили, какая у нас будет кульминация Куда вы хотите пойти, вверх или вниз Если, например, много инструментов Есть смысл пойти вниз, потому что Не создавая резонанс с клавишами Или с духовиками вверху Можно сделать низкую кульминацию Она будет прикольно звучать При большом количестве музыкантов в группе Примерно мы это определили Дальше дело за филами Фила вы делаете на основе четвертых хроматизмов Шестое и второе ступени Плюс хроматизмы И делать это надо со вкусом Желательно поснимать их Самая последняя стадия Кладем руку на гриф И играем На сегодня это все У меня уже самого голова разболелась От количества инфы в этом видео Не оставайтесь равнодушны к моему каналу К моему проекту Ставьте лайки Репостите все как обычно Всем любви, доброты Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok